Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 21 мая, день Иоанна Богослова, назван в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Он дожил до столетнего возраста и был похоронен. Христиане после его смерти раскопали могилу, но не нашли тела. Однако, каждый год в этот день от гроба апостола исходил некий тонкий прах, творивший исцеление. Верующие собирали этот прах и врачевали им различные недуги и болезни. Поэтому вошло в обычай в этот день восхвалять и ублажать песнопениями великого угодника Божия. Сегодня пекли специальные пироги, которые не ели, а раздавали прохожим. А перед этим молились, чтобы встретить хорошего человека, с которым можно было бы разделить трудовой хлеб. Если попадался какой-нибудь бедняк или странник, это считалось счастьем и милостью Божией. Если же прохожих не было, то чтобы не накликать беду, скармливая пирог птицам, произнося специальный заговор. Прогневил я Господа Создателя на старости лет. Не послал мне доброго человека разделить хлеб трудовой. Не в угоду его святой милости было накормить мне гаремычного, при истоме усладить мне старого старика безвременицы. А и как-то будет мне на мир Божий глядеть, на добрых людей смотреть. А и как-то мне будет за хлеб приниматься. Сегодня продолжались работы в поле. Приметы. Если день погожий, летом грибов немного будет. Если дождливый, грибов будет много. Черемуха обильно цветет, лето будет дождливое. Если вспахать землю во время последней четверти лунного цикла, это 22-28 лунные сутки, то поле будет чистым и без ссорной травы. Небо вечером окрашивается в красный цвет. Погода будет хорошей. 17 лунные сутки. Энергетика этих лунных суток способствует плодородию, разрастанию, накоплению. И поэтому ее связывают с женской энергией. Что касается энеретики организма, то сегодня активны почки и поясничная область. Сегодня можно пить почечный чай, промывающий и укрепляющий почки. Так как день располагает ко всему хорошему, что имеется в нашей жизни, то рекомендуется накрыть красивый вкусный стол и повеселиться. Из вин рекомендуется пить когор, который считается символом познания вечности. Что касается физической активности, то она должна быть большой и выполнена в виде танцевальных движений. Но это лучше всего. Наиболее подходят восточные танцы. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok